Можем сказать слава Господу за то, что, знаете, каждый из нас мог бы очутиться на глубине еще ниже, чем вот люди, которые здесь делились, которым Бог нам теперь дал милость служить. Бог нас помиловал и поднял. Слава нашему Господу. Мы ничем не лучше, ничем не лучше, абсолютно даже. Но Бог поднял и так вот устроил, что тех, которых Он намыл, простил, осветил, делал своей церковью, Он посылает служить и говорит, идите им служить, как Я вас избавил, спас. Вот идите об этом чуде, расскажите этим людям. Кто-то из них отзовется на это слово любви, на это действие любви, на это действие любви верующих. Кто-то отзовется, и эти спасенные души, ими еще небо пополнится. Слава нашему Господу. И вот этот труд церкви, я знаю, друзья, что не у каждого есть такая возможность вот прийти именно там что-то или лук почистить, порезать, но там такой и необходимости нет, чтобы вот все, кто есть, взяли и пришли туда. Но каждый из нас, мы регулярно, бывает, объявляем о том, что есть возможность поучаствовать в этом служении теми финансами или какими-то продуктами или каким-то еще. Нужно согласовать будет, чтобы ваше участие, оно в этом труде, оно было. Я уверен, что все сердца горят желанием поучаствовать в этом. Но, знаете, вы потратили свою жизнь и потратили свои силы многие, чтобы заработать какие-то деньги, какие-то финансы, что-то там с огорода принести и так далее. Поэтому вот этой частью жизни, на которую расположится сердце ваше, вы можете участвовать в этом служении церкви. Я хотел бы уточнить, знаете, чтобы мы не думали, что это центр служит вот этим служением. Нет, это служит церковь. Это служит церковь через вот то служение, которое мы так назвали, центр реабилитации. Это все служение милосердия. Пусть Господь каждого из нас благословит в том слове, в исполнении того слова, которое мы прочитали. Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерден. Пусть Бог благословит нас, знайте, что есть эта возможность всегда подойти к братьям, кто старше в этом центре, и о своем участии как-то дать знать финансами, продуктами. Может быть, машиной кто-то хочет послужить в какой-то день, отвезти, может быть, еще как-то в ваши предложения. Пусть Господь благословит, чтобы это служение дальше развивалось. Вот понимаете, мы сегодня пели, чтобы познать, как глубока любовь твоя, да? Вот глубина, на которой живет этот человек, который любит в люке там жить, это ниже городской канализации. Коллектор городской канализации, он на глубине выше проходит и сливается потом там соответствующие резервуары. А вот эти обиталища ниже, и туда Слово Божье проникло, слава Господу. И туда проникает эта любовь. И я уверен, что наших молитв, нашего участия в церкви, которые имеют огромный авторитет перед Богом, он их слышит. Это слово, оно достигает этих сердеств и что-то там сделает. Кого-то, может быть, из них, кто может быть на последнем дыхании, может, они не успеют прийти сюда в церковь и публично покаяться. Но вот это семя этого слова, любовь явленная, уважение к этому, к этой душе, поможет на последнем выдохе призвать имя Иисуса Христа. И мы эти души увидим на небесах, когда придем к нашему Господу. Да поможет нам всем Господь этого достигать, в этом преуспевать и быть усердными, чтобы, знаете, как Господь сказал, по причине умножения беззакония в последнее время, во многих любовь охладеть. Он не сказал во всех, в церкви не должна любовь охладеть. По причине умножения беззакония, Богом возгреваемая, в сердцах Его святого народа, любовь должна умножаться и пламенеться еще большим и большим жаром. Пусть это выльется в конкретные дела, каждого из нас заблагословит нас Господь. Я хотел бы помолиться вместе об этом служении, чтобы Бог дал ему больше ход и развития.